Всем здорово, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Продолжаем играть с вами в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile проходить безумную башню. Сегодня у нас должны быть первые боссы на двадцатом бою. Давайте я вам ещё на всякий случай последний раз покажу, какое у меня стоит снаряжение на персонажах. Вот так, вот так и вот так. Типа, всё, что мне выпало практически на персонажах есть, кроме одной карточки. Это папа на выходные, она у меня то ли первого, то ли второго слияния, я уж точно не помню. Но она как бы даёт мало бонуса и к хп, мало бонуса к атаке, поэтому я её особо не использую. Даже вот этот вот коктейль зелёный, который ещё даже не десятого слияния, он всё равно даёт больше, как сказать-то, больше статов, чем вот этот папа на выходные. А щит мне особо пока не нужен. Возможно, в будущем на каких-нибудь первых серьёзных боссах папа на выходные может быть лучше в этом плане. Потому что мы при смене на персонажа будем получать неуязвимости, таким образом мы сможем блокировать мощные спецприёмы противника. Ну, неуязвимость щит, но типа этот щит будет очень сильно резать вражеский урон почти в ноль. Так, убираем автобой. Это мне неинтересно. Так, минус один. Опять же, тут обычные бои достаточно простенькие. Подождите, а можно вопрос, откуда у меня рентген взялся в начале матча? Это откуда, реально? О, кстати, коктейль выпал девятый. Неплохо. Сегодня, кстати, видео выйдет, я думаю, ближе к середине дня по башне. Потому что я сейчас заливаю предыдущее видео, которое я вчера записал, и ещё видос по Геншину. А видос по Геншину, он очень долгий получился, больше трёх часов, поэтому он будет заливаться на канал долго. Я уже его часа два примерно заливаю, ну, может, полтора. И как бы... Он ещё не залился полностью. То есть он залился там, по-моему, на 70%, то есть ещё 30% осталось залиться. И плюс потом ещё надо будет загрузить этот видос, и ещё, соответственно, второй тоже в очереди стоит на загрузку. Первый видос по башне. Поэтому сегодня видосы выйдут не с утра, а ближе к середине дня. Так-то я хотел, в принципе, вчера выпустить видосы сегодня утром, но я забыл вчера их на ночь перед сном поставить заливаться, и только сегодня утром проснувшись, я как бы вспомнил, что у меня видосы-то не залиты. Но я хотя бы рано проснулся, успел их и обработать, всё сделать, типа, и поставить уже заливаться напрямую. Господи, опять этот баг, вы чё, издеваетесь? Только не говорите, что сейчас игра вылетит, мне придётся её перезапускать. Алло, гараж. Это, кстати, ещё может быть из-за того, что у меня видосы заливаются, из-за этого, типа, комп всю скорость интернета потребляет, и, типа... Господи, ну ты серьёзная игра, ну пожалуйста, только не вылетай. Ну, слава тебе, Господи, хотя бы игру перезагружать не пришлось. Так, второй спецприём, окей. Мы всё ближе и ближе к боссам, они уже будут с боя на бой. То есть, нам ещё, по-моему, осталось два боя сыграть до боссов, да, если я не ошибаюсь? Да, два боя, восемнадцатая и девятнадцатая. Потом будут первые боссы, либо один босс, я не знаю, сколько их будет. Интересно, сколько они будут живучи и... Ну, я не думаю, что на двадцатом бою я потрачу больше одной попытки на прохождение. Да и на сороковом тоже. Я помню, была одна башня, то ли кошмарная, то ли какая. В общем, когда вышла... По-моему, это была кошмарная башня, она вышла сразу же в единственном варианте, то есть фатальном. Там не было лёгкой сложности у неё. И... Там нужно было сразу драться, по сути, с усиленными фатальными боссами. И там я, по-моему, на сороковом бою уже проиграл. Первый бой. Да, блин, я немножко пропустил атаку противника. Чё-то заболтался. Заболтался. Так вот, о чём я говорил, да. Я вот именно в кошмарной башне, по-моему, если я не ошибаюсь. Я могу, конечно, ошибаться и перепутать её с другой башней. По-моему, именно в кошмарной я на сороковый бой потратил две попытки. Да, на шестидесятый, по-моему, вообще три. Хотя, по сути, у меня тогда была тоже вот эта вот нормальная команда. По-моему, я уже МК-11 играл. Там, по-моему, на двадцатом бою... Или, подождите, или я на сороковом? Да, я на сороковом проиграл один бой. И на шестидесятом. Два. На шестятом там была вроде отряд не мёртвых. Которые постоянно хилились и при этом имели ещё броню. Там, по-моему, был какой-то модификатор на восстановление здоровья, и я долго их бил. Они были жирные достаточно. Но посмотрим, как будет здесь. Обидно, конечно, что за целый месяц я, по сути, не выбил себе ни одного эпика. Даже на броню, даже аксессуар. Я уж не говорю об эпиках на урон. Причём некоторые люди, вот, чисто рандомно выбили у себя по четыре, по пять эпика. А некоторые себе зафулили синюю снарягу. Просто вот за обычные бои. Они не донатили, ничего не делали. А мне в этот раз вообще просто максимально не повезло. Мне и редкие карточки не сыпались особо. И это мне ещё повезло, что у меня хлыст третьего. Что мне часто за 110-й бой падал. Мне, по-моему, один раз папа на выходные выпал, и три раза хлыст. Плюс один хлыст, по-моему, выпал за это. Или мне два раза хлыст выпал, и два раза в промежутках. Я вот не помню. Вот так или иначе, я... Видите, как у меня слабо прокаченные редкие даже карточки. Я не говорю уж о том, что у меня нет эпиков. Я даже за этот месяц не зафулил зелёную снарягу. Это вообще трэш, конечно. Блин, я забыл посмотреть. Там команда Combat Cup, Джонни Кейдж и Соня Блейд. А я забыл посмотреть по статам, что у них за снаряжение стоит. Ну ладно, в принципе, это первые боссы, это не так важно. Ну, блин, хотелось бы что-то посмотреть. Но опять же, я заговорился и не посмотрел. Но я надеюсь, что это не сыграет со мной злую шутку. Я не потрачу сейчас несколько трэйф на 20-й бой. Надеюсь, они проходятся достаточно просто. Я даже модификаторы не прочитал. А там их, по-моему, несколько штук. Ну да, видите, они достаточно легко отлетают. Буквально там 3-4 комбинации и будет минус один из боссов. И на него, кстати, ослепление ещё скастовалось. Это мне повезло в этом плане. Офигеть! Ослепление работает даже на это. Кстати, я вот подумал, а ведь, по сути, ослепление контрит абсолютно эту пассивку, да? Достаточно всего одного. То есть у меня может достаточно... Не достаточно всего одного. Один за всех может сработать на неактивного персонажа. Я не смогу на него смениться из-за того, что Соня Блэйд его выключила из-за боя. Интересно, будет ли команда Кумбат Кап в полном составе среди боссов? Так или иначе, первые боссы у нас пройдены. Получаем 54 души. Ну и теперь осталось отыграть 10 трэйф чисто... И всё. Так, Эрон Блэк, Люкан, Огненные Кулаки, Тяжелое Вооружение, Джакс. Понял, принёс, поехали. По наградам башни, кстати, здесь нету рандомной алмазки. Здесь падает одна из четырёх. Типа Нуб Сайбот, Скорпион Порождение Ада, либо Терминатор Тёмные Судьбы. Либо Фуджи. Я бы хотел всё, что угодно, кроме Порождение Ада Скорпиона. Хм. Ну вот, я вам говорю, мне дропнется броня, эпическая. Бадфорты, вот этой укоротительницы, или как она называется на Синдал. И мне дропнется Скорпион Порождения Ада за прохождение этой башни, я вам говорю, это 100%. Мне никогда не везло. Но если повезет и Фуджин дропнется, там, по-моему, если я не ошибаюсь, на двух персов стоит по 90, ой, по 30% шансов падения. На одном 35, а на Фуджине стоит 5%. Но я не помню точно, на каком персе сколько процентов. Я помню точно, что на Фуджине 5. А вот на каком из персонажей 35, а на каких 30, я не очень хорошо помню. То есть шанс выбить Фуджина, по сути, в Фатальной Башне минимален. Шанс, что он дропнется, ну, очень низкий. Это, по сути, как выбить, ну, Басайбота из элитного претендента, или как там он называется. То есть, ну, крайне маловероятно. Или того же Рейдена Инжасти, что тебе выпадет в выжившем. Не выжившем, а в наградах во инфракции. Хотя, по-моему, на Рейдена Инжастис даже выше шанс, чем 5%. Кстати, вылутал я один раз кейси Кумбат Кап в обычной башне. Поэтому у меня теперь этот перс есть, только он у меня не прокачен. Плюс он нулевого слияния, скажем так. То есть вообще без слияния, поэтому он мне абсолютно бесполезен. Ему мало того, что надо еще уровень вкачивать, так еще и, блин... Слияния поднимать. Пока просто отыгрываем бои и надеемся, что выпадет хоть что-нибудь. Хотелось бы, конечно, чтобы выпала редкая или эпическая карта снаряжения. Хотя бы редкая, даже если выпадет, я уже буду рад. Желательно, конечно, чтобы вы... Если редкая выпадет, чтобы это был хлыст. Хлыст, потому что самая полезная, как мне кажется, карта... Будет против боссов. На втором месте, наверное, броня терминатора, чтобы, если что, поставить себе... Ну, не броня терминатора, а как это назвать-то? Понты путешественника во времени. Но это типа является броней. Отевается на слот брони. Вообще, в идеале, конечно, чтобы мне за время действия Фатальной Башни, когда я буду проходить это все, чтобы мне дропнулось два эпика на... Синдал и на терминатора. Чтобы я просто мог бруталити делать за них. Так, здесь у нас победка. Двигаем дальше. О, папа на выходные выпал. Самый бесполезный из среди редких карточек на данный момент для меня. Но, типа, каждое слияние увеличивает продолжительность щита, который при смене на перса появляется на моем активном персонаже, на котором стоит это снаряжение. Если выбью еще два или три слияния, смогу поставить это снаряжение на этого. На... Вместо какой-нибудь зеленой, возможно, снаряги на Джейд или на Саб-Зиро. Вряд ли на Скорпиона зайдет. Хотя, с другой стороны, почему бы и не зайти, да? Но, тем не менее, я уже рад этими боями, потому что, ну... Шанс выбить редкую снарягу действительно очень низкий. Так, эту фигню мы убираем. Урона спецприемов отражается. Не страшно. А я думаю, знаете, что я сделаю? Я после того, как запишу видео, да? У меня пока заливаются видосы на канал. То есть, первый видос по башне и... Видос по Геншину заливаются. И как раз... Как раз после того, как я пройду... У меня, я думаю, будет уже где-то 85% залито на YouTube. Я как раз пройду еще обычную башню. И когда я пройду обычную башню, скорее всего, у меня зальются видосы. Я сразу же смогу... Заливать... Вот это... Вот это видео на канал. И, возможно, выпущу его пораньше. Главное успеть только. Потому что мне надо будет еще днем идти. Так или иначе, я почти на 100% уверен, что днем я точно выпущу эти видео. А это почти 100%. Если тут, конечно, что-нибудь не случится вдруг внезапно, но такое крайне маловероятно. Я надеюсь, по крайней мере... Вот зря я это сказал. Зря я это сказал. Так, поехали дальше. Давайте я сразу отборачу и избавлюсь. У меня, в принципе, в блок даже... Ага, надо было целиться. Окей, я понял. У них воскрешение стоит, как видите. Они воскресают. Но если удастся до 200-го боя выбить какой-нибудь из эпиков, даже эпик на броню будет неплох. А Скарлетт... Я не говорю уж об аксессуарах и эпиках на урон. Но если все-таки удастся выбить какой-нибудь эпика при прохождении, может, мне повезет, то мне будет гораздо проще расправляться с боссами. Потому что, ну, без эпика вообще как-то печально. Просто вы вдумайтесь. Я месяц проходил башню. Люди тоже месяц проходили башню. И при этом у половины людей, если не больше, по 4-5 эпиков бывает. Ну, ладно, не у половины людей, но у некоторых из них как бы как минимум 1 эпик, а у... Ну, половины. А у некоторых вообще по 4-5 эпиков уже. Просто насколько мне могло не повезти, что мне вообще ничего не дропнулось. Прикиньте, вот каждый день в течение месяца ты проходишь по 30 боев в день. Каждый день. Не скипая ни одного дня, не забывая пройти там. Всегда вовремя, проходя все бои, все попытки, 4 раза прошел полностью башню в течение этого месяца. А игра такая, не-не-не, мы тебе не дадим ни одного эпика. И даже редкие карты особо не насыпали. Опять же, повторюсь, у многих людей уже синяя снаряга на фул. А у меня даже не вся зеленая на фул. Одного слияния не хватает для коктейля, если быть точным. Точнее, не коктейль, я его называю коктейлем, просто оно называется карнавальное пойло. Но вы поняли, что я имею в виду, я думаю. Так, но хотя бы уже понты... Ой, не понты, а этого. Папа на выходные уже выпал, это уже неплохо. Конечно, пока он для меня бесполезен, потому что зеленая карточка круче все равно, чем синяя второго слияния. Зеленая десятого круче, чем синяя второго. И только когда папа на выходные будет там хотя бы четвертого-пятого слияния, только тогда я смогу заменить какую-нибудь зеленую карточку на него. И тон, скорее всего, это будет коктейль, потому что две другие зеленые карточки не слишком хороши, чтобы их менять. У них там очень неплохие эффекты есть. Особенно вот когда ты с билетом накладываешь ослепление на противника или... что-то в этом духе. Возможно, кстати, некоторых боссов придется именно билетом бить. У меня так-то на Скорпионе дротики стоят, да? Но... Они опять же не дротики называются, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Как эта фигня называется-то вообще? Сейчас быстренько чекну. Учебный полигон. Но я называю это дротиками. В общем-то... Да, нажимайся. В общем-то... Дротики мне больше нравятся, потому что они дают бонус к урону от базовых атак. Это очень неплохо, против на Скорпионе. Может, он смертельными ударами атакует с 25% вероятностью противников базовыми атаками. Но, возможно, придется ставить билет на боссов. Против боссов. На каких-то уже более таких сложных, более поздних боссов, там, после сотового боя. Потому что, возможно, срабатывание негативных эффектов, таких как ослепление, будет критически важным для прохождения какого-либо из боссов. Как я понимаю, противники с башенным снаряжением начнут идти только после сотового боя. А пока чисто будут такие лойтовые бои. Где противники будут либо вообще без снаряжения, либо со снаряжением обыкновенно. На каких-нибудь кратных пяти боях, то есть на каком-нибудь там 50-м бою, 45-м бою и так далее. Сегодня вечером, кстати, уже будем драться с вами со вторыми боссами на сороковом бою. Хотя вот смотрите, по сути, это какой-то 20... Ой, какой 20? 50... Ой, что я несу? По-моему, это какой-то 30... 20... Не, все правильно я сказал. Это, по-моему, 28-й бой и на противниках уже стоит какое-то снаряжение. Но, скорее всего, это обычное снаряжение и не улучшенное особо. Жарко. Минус 1. Блин, вот я не знаю, вот это вот... какой-то эффект на джейд, он что ли дает ей невосприимчивость к пробою блока? У меня просто джейд классической, по-моему, нету в коллекции или есть. Я вот не помню, была она у меня или не была. Может быть, и есть, кстати. По-моему, была, но я не уверен. Но, по-моему, была. Я просто не помню, что у нее с пассивкой. Давайте, кстати, посмотрим. Чисто... Мне просто очень интересно, почему, когда она выходит, я никогда не пробиваю ее блок. Вообще никогда. Как будто у нее какое-то сопротивление пробою блока есть. Так, вот Кесси, да, 12-го уровня. Да, но у меня есть коллекции. И мне интересно, почему ей блок не пробивается почти никогда. Имеет 20% вероятность наложить эффект ослепления при выполнении любого спецприема действия увеличения суммируется иммунитет к ловушкам. Но нет, у нее нету. Но почему, когда она выходит в бой, у нее не пробивается блок? Я вот этого не понимаю. И причем это в основном бывает, когда я дерусь против противников. Так, у нас последняя битва на сегодня. Дочнее, на сегодняшнее утро. Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, 40-й бой у нас тоже получится пройти без особых проблем сегодня вечером с первого утра. Но я надеюсь на это. А вот дальше, начиная с 60-го, там уже могут быть проблемы. Возможно, 60-й бой не смогу пройти с одной попытки. Так или иначе посмотрим. Так, ну забираем финальную награду и на этом будем пока заканчивать. Будем ждать вечера и проходить. Ведь опять монеты, ну понимаю. Да, да, вроде бы пока что все. Ну в общем, тогда на этом я буду пока заканчивать. Вам получается огромное спасибо за просмотр. А с вами, как всегда, был Ник. Удачи, до скорых встреч. мы еще обязательно увидимся. А на этом пока что все и пока-пока.